Европейский Союз стоит на пороге серьезной катастрофы, и входящие в его состав страны почти лишены возможности занять значимое место на мировой арене, предостерегает агентство Bloomberg. Журналисты указывают, что объединение, скорее всего, не достигнет необходимой независимости из-за резкого ухудшения экономики, появления новых внешних рисков и политических трудностей. Это подталкивает отдельное государство к тому, чтобы акцентировать внимание на своих национальных интересах вместо общего блага. Хотя Соединенные Штаты и Китай тоже сталкиваются с различными вызовами, у них есть определенные государственные структуры, позволяющие развивать оборонную промышленность и получать прибыль. А Европа не имеет таких преимуществ, подчеркивается в статье. При этом экономист из Германии Александр Либман отметил, что экономика России продолжает расти, несмотря на введенные западными странами санкции. Европейский проект же сталкивается с серьезными вызовами, включая политический паралич, внешние угрозы и экономический спад, что может помешать ЕС стать независимой глобальной силой. И это заставляет государство-члены уделять больше внимания защите своих интересов. В правительстве Германии прогнозируют снижение ВВП на 0,2% в 2024 году, тогда как ранее ожидался небольшой рост. В 2023 ВВП страны снизился на 0,3%, что стало первым снижением с 2020 года. Ожидается, что экономика Германии упадет второй год подряд, однако она все еще остается крупнейшей экономикой Евросоюза. Спад в Германии отражается и на экономике ЕС в целом. В прошлом году рост составил лишь 0,5%, а в этом году пока не превышает 0,6% по итогам второго квартала. У ЕС нет ресурсов для технологического прорыва. Его влияние на мировую экономику уменьшается из-за технологического отставания и падения международной привлекательности. Бывший глава Европейского Центробанка Марио Драги подчеркнул, что для достижения технологического прогресса Евросоюза необходимы многомиллиардные инвестиции, что подразумевает увеличение государственного долга. Драги также заявил, что Европе для восстановления экономики нужно инвестировать вдвое больше, чем в рамках плана Маршалла после Второй мировой войны. В докладе указано, что главной причиной экономических проблем являются высокие затраты на электроэнергию для промышленности. В результате предприятия в Европе сегодня платят на 158% больше за электричество и на 345% больше за природный газ, чем их американские коллеги. По мнению Драги, ЕС столкнется с трудностями из-за роста цен на энергоносители после утраты доступа к дешевому российскому газу и рассчитывать на открытые зарубежные рынки больше невозможно.